Архитектурная жемчужина Архангельска, крыльцо Рояль. В начале 20 века в Архангельске насчитывалось более 20 тысяч жителей. Если не считать мелких предприятий обслуживания, основными видами хозяйственной деятельности населения были лесообработка, торговля и рыболовство. В архитектурном облике города промышленную основу составляли корпуса лесозаводов, штабеля досок, склады бревен, а летом и плоты на воде. Уличная сеть города отличалась простотой. Повторяя изгиб набережной шли два проспекта. Троицкий проспект, а вслед за ним шел Петербургский. Их пересекали три десятка улиц с названиями, производными от названий стоявших здесь церквей. Успенская, Соборная, Благовещенская от названий северных городов. Пермская, Вятская, Вологодская, Шенкурская от названия национальности, проживавшего в губернии. Зырианская, Самоедская, Лопарская, Корейская. Улицы Соломбола имели громкие названия. Прусская, Норвежская, Французская, Адмиралтейская и Американская. Центр города располагался вблизи исторического мыса Пурнавок. В начале 20 века занимал территорию от улицы Соборной, современной Карла Гибнихта, до Полицейской, от набережной Троицкого проспекта. Здесь были сосредоточены здания, выполнявшие административные, культурные и общественные функции. Архитектурной доминантой центра был Троицкий собор. Вместе с колокольней он образовывал монументальное ядро города. Главенствующее значение собора подчеркивалось его архитектурной отделкой, оформлением куполов. Они были блестящими, всыпанными звездами. В начале 20 века Архангельск представлял собой подлинный музей под открытым небом, где можно было проследить все этапы долгой эволюции городского деревянного зодчества. От простых однокомнатных бревенчатых строений с древней крышей, конем, до многоквартирных доходных домов в стиле модерн. Про матери Архангельского дома, широко распространенная на русском севере, изба, которую привезли в город крестьяне с подвинья. Признаки крестьянского дома, но уже в городе, сохранялись достаточно долго. К примеру, пристроенный сзади большой хозяйственный двор, печь посреди единого пространства избы, которая еще очень робко рассекалась на комнаты, перегородками, не доходившими до потолка. В начале 20 века активными застройщиками также стали промышленники и коммерсанты, возводившие большей частью особняки. Этот вариант жилого дома с преобладанием парадных комнат полностью был подчинен соображениям респектабельности. Дома складывались из 70 или 100 летних сосен и лиственниц с диаметром в верхнем отрубе от 18 до 26 сантиметров. Рубленный Архангельский дом напоминал крепко сколоченный корабль. Возводили дом за сезон или быстрее. Стоял же он при своевременных ремонтах минимум 100 лет. Декорирование деревянных домов Архангельска настигло кульминации, когда здесь явился бастиль модерн, возникший на рубеже 19 и 20 веков Бельгии. Модерн выразил ностальгию по первозданной природе, по всему негородскому и несовременному, одним словом по симметрии, утраченной в эпоху классицизма. Северный модерн отказался от пышного декора, который преобладал в классицизме. Традиционный Архангельский дом работал как фильтр по отношению к внешнему миру. Он обогревал зимой, сохранял прохладу летом, не допускал ни сырости, ни духоты. В то же время материал и малая этажность обеспечивали плавный переход от внутреннего пространства к наружному, делали дом частью природы. Прочный и удобный он был рассчитан на людей, которых больше заботили повседневные жизненные вопросы, нежели специфические архитектурные нюансы. Как же появился Архангельский дом? А сложился он из трех составляющих. Традиции северного деревянного зодчества, русская изба. Подобные образцы еще сохранились в Соломболе. Традиция архангельских образцовых проектов XVIII века определявшие форму домов и их уличные фасады. Кроме того, большое влияние оказала международная морская культура, в контексте которой наш город развивался с момента своего основания. Отсюда открытость на цельность на взаимодействие, разнообразие решений. Классический такой дом представляет собой прямоугольник с коридором посередине. Говорят, что нигде в мире не встречается такое, как в архангельских домах крыльцо двухэтажное, как стоящий на боку рояль с изогнутой крышей, напоминающий по форме парусник. Его огороженная лестница вынесена за пределы дома, что экономит жилую площадь и сохраняет тепло в жилище. Двухэтажный дом обычно строился на одной или две семьи. На первом этаже часто размещались лавки, конторы или мастерские, а на втором этаже располагались жилые помещения. Приморский город, задуманный как первый торговый порт России, просто не мог не вобрать себе морскую специфику. Подобные гнутые крыши крылечек встречаются, к примеру, в Норвегии, в которой много схожего с нашим поморьем. Но ничего подобного архангельскому дому в мире нет. Сейчас дома с роялями можно встретить на пешеходном проспекте Чумарова-Учинского. К сожалению, дома с крылечками и роялями продолжают исчезать, а ведь они вполне могут появиться и в новых зданиях в качестве оригинального архитектурного решения. И, наконец, это просто красиво! Продолжение следует...